Благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, мой Бог, Отец мой, Ава, Отче, Иегова, Бог Аврама, Исаака Якова, Аллилуйя! Ава, Отче, Папочка, Папа, Бог Святой, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, Аллилуйя! Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, Брат мой, Друг мой, Целитель и Освободитель мой, Аллилуйя! Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, за все я благодарю. Благодарю, Я Тебя, Господь, люблю, Я Тебя, мой Бог, люблю и за все благодарю. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, слава Тебе, благословен Ты Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам хлеб из земли, и давший нам хлеб с небес, Иисуса Христа, Праведника, Святого, Спасителя нашего Господа, Аллилуйя! И ни в ком другом нет спасения, только лишь в хлебе жизни, хлебе, сошедшем с небес, Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! Благословен хлеб живой, сошедший с небес, Спаситель наш, хлеб жизни, Аллилуйя! Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы, и давший нам плод небесной лозы. О, великий виноградарь, великий виноградарь, Бог наш, великий виноградарь, благодарю Тебя за великую лозу небесную, за Иисуса Христа, Спасителя нашего, Господа нашего. Слава Тебе, Святой, слава Тебе, праведный Бог наш, Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь, за все, слава Тебе и хвала, слава, слава, слава! Тело Христа, братья, сестры, кровь Христа Иисуса. И принимайте причастие, рассуждайте о теле и крови Христа. Я принимаю причастие, я рассуждаю так, что телом Иисуса Христа ломимом на Голговском кресте я спасен, кровью Его святой пролитой ради меня. Ради всех нас Его тело было ломимо, и ради всех нас Его кровушка была пролита. Но каждый принимает это вот так, как за себя лично совершенное приношение. Как лично за Тебя умер Христос, лично за Тебя пролил свою кровь. Принимай хлеб сейчас, рассуждая о теле и крови Христа. Плод виноградной лозы, но мы знаем кровь Иисуса Христа, великое таинство, великая тайна. Спасибо Тебе, Господь. Поэтому я говорю, тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. И ранами Господа, ранами Иисуса Христа я исцелен, благоставлен. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, спасибо. Аминь. Тело Христа. Аминь. Кровь Христа. Кровь Иисуса. Господа моего Спасителя. Кровь Иисуса. Тело Христа. Спасибо, Господь. Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Тело Христа и кровь Христа Иисуса. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за все. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Благодарю. 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 Дар Твой во Христе Иисусе. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе. Слава Тебе и хвала. Аминь. 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 Слава Иисусу Христу. Навеки слава Богу Святому. Аминь. Аминь. Благоставляю всех вас. Благоставляю сегодня свой дом. Благоставляю свою супругу драгоценную Инну Сергеевну. Благоставляю детишек наших. Внуков наших. Благоставляю всех вас, братья и сестры, кто подключался сегодня онлайн, кто в записи потом будет смотреть это видео. Благоставляю всех вас во имя господне. Ваши дома, родных, ближних ваших жен, мужей, детей, внуков, родителей, у кого благословляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Молюсь сегодня за Киев, о духовном пробуждении здесь, еще большем и большем пробуждении духовном, во имя Христа Иисуса. Пусть Боговидением наполнится земля наша, Господь, как водами, слава Тебе. Благословляю во имя Господне. Благословляю сегодня Украину, благословляю сегодня Израиль, возрожденное еврейское государство и столицу Израиля, город Иерусалим. Благословляю это великое чудо, два великих чуда 20-го столетия, нашего времени, будем так говорить, последнего времени, два великих знамения, произошедшие в гражданском нашем исчислении лет, в 48-м году и в 67-м годах. Вот такое было чудо весной, да, весной месяца Ияр, получается, да, в библейском исчислении, второй месяц календаря, вот, библейского, вот, оба чуда выпали на месяц Ияр. Только одно на начало месяца Ияр, другое на конец месяца Ияр. Так интересно? Удивительно, конечно. Не просто совпадение, безусловно, это Божье промысел и Божье чудо, однозначно. Вот, и произошло и возрождение Израиля, восстановление государства еврейского, выисполнение библейских всех пророчеств. То есть для всех, не только евреев, для всех народов нашей земли, а наипаче для верующих Божьему Слову, Библии как Божьему Слову, это событие, значит, 14 мая, в нашем гражданском календаре, 14 мая 1948 года, стало действительно доказательством, сильнейшим, мощнейшим доказательством того, что Божье Слово пребывает вовек, что Божьи обетования, они верны. И даже если человек не верен, Бог остается верным Своему Слову. И его Слово исполняется по-любому, то, что он сказал, так и будет. Никто не верил, а Бог верил, и Бог совершил это чудо. Когда 122 года тому назад Теодор Герцель, выступая на первом сионистском конгрессе в Базеле, говорил о возрождении еврейского государства, подавляющее большинство, 99% и 90% евреев не верили в это. А у христиан еще больше статистика была, меньше верили в возможность возрождения еврейского государства. То есть на всю Европу и на весь мир тогдашний верили лишь единицы в возможность возрождения еврейского государства. А Бог с небес презирал мастанов человеческих и верил. Аллилуйя. Некоторые, правда, возрождают мне и говорят, что ведь возрождение еврейского государства было совершено руками, как правило, людей нерелигиозных, неверующих даже порой. Хотя неверующий еврей – это очень интересное явление. Порой он более верующий, чем многие верующие с других народов. В этом я много раз убеждался. Как правило, неверующий еврей, нерелигиозный еврей, неверующий еврей – это тот еврей, который не то чтобы отрицает, что Бог есть, а просто хочет жить сам по себе. Он не отрицает, как правило, глубоко внутри, если мы общаемся. Даже с атеистами общался я много раз, с евреями-атеистами, такими матерыми, махровыми атеистами, всю жизнь свою атеистами, пропагандистами-атеистами, но когда глубоко копнешь, душа еврейская плачет все равно, да, что Бог есть, просто хочу жить отдельно, самостоятельно. А я обычно говорю так, что то, что возрождение еврейского государства произошло руками нерелигиозных людей, как правило, даже неверующих, для меня это еще большее чудо. Еще большее чудо, потому что Бог, если бы совершил руками верующих людей, богобоязненных, это тоже было бы чудом, но меньшим чудом. А здесь он совершил руками людей, которые, ну, будем так говорить, жили самостоятельно, старались сами устроить своей собственной рукой этот мир. Удивительно. А в 67-м году, да, Иерусалим снова, как говорится, Иерусалим наш. Иерусалим снова становится еврейским городом, столицей, ну, де-факто. До юра он становится таковым позже, а в мировом сообществе только лишь вот недавно началось признание, начиная с президента Соединенных Штатов Америки, с Дональда Трампа, и сейчас многие уже страны мира постепенно-постепенно признают то, что фактически Бог определил еще в 67-м году. Иерусалим снова столица еврейского государства. Вот так вот. И эти два знамения говорят нам о том, что Божье Слово пребывает вовек. Значит, Библии можно доверять, смело можно доверять. До возрождения Израиля еще можно было сомневаться. Вот, многим, как бы, имели моральное право, многие неевреи, особенно, вот именно верить, что Библия это так вот, кто его знает. Но теперь, все, после 48-го и 67-го годов уже у человечества нет шансов не верить Библии как Божьему Слову. Однозначно, Божье Слово живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострова, оно исполняет то, ради чего послана, даже спустя тысячелетия, братья. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Поэтому для меня великая честь сегодня благоставлять Израиль, благоставлять Иерусалим, и также благоставляем всю нашу истрадавшуюся землю, от края до краю, все народы и племена, да восхвалят имя Господа, царя, царей, Господа, господствующих Бога, всех богов. Аллилуйя. Аллилуйя. Благоставляю, пою благословение священническое. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог Авраама Исаака Якова благословит всех вас, братья и сестры. Доброй ночи, да. Доброго вечера, Сергий. Аминь. Аллилуйя пишет, Адонай. Благоставляю всех вас. Доброй ночи. Благословение на добра ночь. Доброй ночи. Всем приятных сновидений. От Бога в разумлении. Утром в 6 утра подключайтесь. Если у кого ночи будут какие-то откровения, сновидения от Бога в разумлении, то не стесняйтесь, пишите мне. Либо в личных сообщениях, либо вот здесь вот даже. Но желательно не в чате, где сейчас публикация происходит, да, а в комментарии, которые под этим видео, чтобы было видно. И как бы чтобы не искать уже. Хорошо? Договорились? Да. И также под каждым видео есть информация полная моя. Там вайбер, ватсап, там можно писать тоже. Мне, кстати, прислали сегодня тоже. Здесь и баптисты мне прислали. Интересное очень такое, тоже вразумительное слово, да. Один брат здесь, свидетель Иговны писал мне. Адвентист мне писал здесь. То есть разные конфессии, разные динаминации пишут мне. Вот, я молюсь за всех верующих Богу, Библии, как Божьему Слову, чтобы Господь раскрывался больше и больше. Чтобы не топтаться на месте, чтобы нам углубляться в этот океан Его любви, Его откровений святых, Его Слова. И чтобы Господь открывался больше и больше нам. Он-то хочет открыться. Главное, чтобы мы были раскрыты своими сердцами, своим разумом для Него. Аллилуйя, слава тебе Господь. Благословен Царь наш. Аминь. Благословляю всех вас во имя Господне. Аминь. Аллилуйя.